у меня есть одна информация что тебя и же это сам я уже как профессиональный до диджей уже ху сижу просто здрасьте здрасьте дорогие дамы господа бля как не хотел стрим сегодня включать думаю опять на ваши рожи смотри полос помощью мне деньги даете придет терпеть вор аватарок пишет устроили в тикток у меня весь тикток в этой я реально сегодня просыпаюсь просто листая там моя фотка моя фотка мая по без преувеличения моя фотка моя фотка моя фотка моя фотка моя фонда я сегодня вот пока хавал короче сделал себе челлендж короче вот я смотрю ролик который вообще ко мне не относятся не пересекается с моей аудитории просто левой знает где много лайков комментарии захожу в комментарии еще и по-любому раза два свою аватарку увижу вы ли вы чё делаете это семья как ой какая семья боже дочки матери играете блять тогда без меня мне почти по 30 блять как он батит навы да ребят я вообще профессионал в плане продвижения это фотка из моей фотосессии она самая неудачная видно там пересвечены я специально ее выложил думал сейчас мем мемы пойдут но я не знал что настолько конечно короче хорошая новость ребят клип выйдет все блять будем сейчас грузить на площадке и короче там наверное на следующей неделе в пятницу выйдет примерно плюс минус чуть такая ну надеюсь его не забанит короче люди с которыми договор подписал на альбом не хотелось бы ругаться в интернете блять ладно я как-нибудь потом расскажу все все это хуй который сейчас происходит во вторник делает пошел да не там еще надо на площадке вы загрузить ребят реально но сегодня буду решать после стрима либо завтра короче буду этим заниматься там надо клип буквально доделать ну капельку там прям есть момент чуть-чуть переправить один кадрик минут пять работы и все он готов договор прислали на квартиру кстати сейчас сейчас мой юрист джурист читает короче ну все на днях уже переезжаю пентхаус двухэтажный ха с террасой как ваша квартира просто все вместе я зажрался были а есть предел моего моей ну моей охуевшисти не охуенности охуевшисти поняли настолько по жизни вообще блин чсв но не чсв а ну зажратый зажратая мразь чуть такое может заведу меня студия понятно ну и живи там на ха ха не брод главное чтобы всем комфортно было правильно же мне комфортно в двухэтажном тонхаусе про пентхаусе тебе комфортно в студии в девяткино поэтому все на своих местах должно быть конечно баланс инь-янь чё ты только плотно на новой хате не будешь делать да 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 жестко тусовки будет у меня в писке блять я бы я при короче вот но в новую хату перееду в двухэтажную у меня будут вписки короче там я я короче свеча ухожу перехожу на кик буду казик стримить у меня будут там ну всякие знаете падшие женщины короче мне в рот лезть и так ну может моргенштерна позовем по унижаем вообще тему вот это бы хорошо бля вот на это лям долларов я бы так что падшие женщины пишите если падшие женщины пишите в писке потом вас в приватку будем снимать с вами блин ладно я много наговорил естественно в gtrp ребят ну это выдумки уж там пишут мне весь чат падших женщин были ну да меня порядочных смотреть будут это я понимаю сто процентов были ты спишь на ковре нет но я бы хотел я как-то помню пьяный уснул короче этот самый но тусовки они вообще мест не было короче все кровати все даже ванну все заняли ну ванна самая такая да темы все заняли я в ковер помню завернулся спал а потом пошел и гяздо на работу короче не тогда 18 был до было время короче ну все сдал на работе все нормативы там на станке короче это на заводе работал короче забить долгая история были чего улыбитесь были да это оговорка была какой гиа я тогда не пил даже вы господи бриджи какой класс 9 9 класс думаете я тогда пил что ли алкоголь ребят никому не советую как берите мой пример я пить и первый раз алкоголь попробовал в 19 лет мне не понравилось я вот до сих пор не пью короче от сигареты вообще курить начал вот мне сейчас 27 26 начал реально енина больше не смотришь слушай короче там лил татар по моему да сейчас я посмотрю по моему решил эту ситуацию замазов все запика все маты и вроде ролик получилось оставить сейчас я посмотрю да 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 ну короче можно будет на будущее да просто чтоб перри заливера знали что надо просто запикивать все маты когда мы смотрим эту придурушную потому что ее гости ну короче кидает потом страйки на не знаю будет ли еще у нее такие яркие гости как вот эти два придурка которые были но реальным но буду буду вы к этому моменту короче буду очень аккуратно относиться в будущем сто процентов фан-встреча как вы фан-встреча я фан-встреча здорово были ребята приходите все на дворцовую площадь на фан-встречу блин чтобы я вам шоколадки раздавал вы там пели песни а потом я с камерой от вас бежу бегу и вы за мной я такой ой какой популярный блять не на канал влог с фан-встреча блять здорово вот это сделаем блять чтобы за мной бегали да я вот так снимал бежал такое отстаньте от меня бля вот так и буду делать фан-встреча ну сука дети да вам россия расти вообще уходите вот если вам 30 нету все и какие фан-встречу ужин это позорище читать себя не уважать реально вот я прям представляю семилетний петя сидит фан-встреча блять какая тифон тебя мать не отпустит на фан-встречу блять отпустит я я с ней общался ха ха не отпустит я договорился а я вообще не понимаю как модели но есть не модели знаете а артисты которые настолько долго уже типа всякие фотосессии я вот не помню кого они все я вспомнил боже с кем я сравню бибер бибер я смотрел где-то короче какой-то ли тик-ток то ли видос где бибер фокусы пчел стоит ему даже никто ничего не говорит вот я когда на фотосессии вот меня одевает ягра чем не делать как встать не фотограф ну попробуй как-нибудь я всегда туплю я отвечаю бибер знаете как фотограф просто на кнопку жмет я не знаю какая вот ну роль в в этой цепочке он простит и бибер отвечает и каждый раз удачно прикиньте прям каждый а ты чё чел на научился это тоже пойти на курс и как-то двигаться по чуть-чуть знаете каждый раз как будто уже все в ползу блин у айдол то же самое да ну их ты на хотя его тоже на ну да да у нас тут по москве прошел со страны ураган сносят прям заборы это жуть о овощи горят сейчас просто с погодой вот в этом году будет полный я не могу этот мир короче постоянно сводит с ума да вы не заметили ну момент как будто с каждым годом все ну и пути и пути жизнь становится вроде как бы я тоже ну как бы я там это не новое мнение которое сейчас говорю я его вижу постоянно да я всегда думал ну нагнетают люди знаете типа но ну понятно там знаете война не война конечно все это все на кукуху давит конечно сто процентов как будто это происходит постоянно да так скажем типа просто мы не раньше не замечали в силу возраста да условно а теперь типа старше ты начинаешь замечать я теперь убедился что нихуя заметили всякие болезни всякие идут там везде конфликты военные сейчас как с погоды какой-то начался просто вообще везде новости начали писать что сейчас будет аномальная жара вот это будет лето какое-то мега страшнейшие за какой-то там 70 лет условно после нее будут катаклизмы типа погодные здорово да почему я сейчас родился да что же можно было чтобы я через лет 20 родился каждый год так говорят думаете ну ладно я уж паники не нагнетаю какое-то блять но аномальная жара это жестко что с этой хаты съезжай потому что у меня проблемы с кондиционером в студии мои он не особо хорошо дует и когда жара стояла в прошлом году в прошлых годах стояла страшно я здесь умирал я здесь в поту сидел весь а сейчас мне хорошие кондёры будут но в этой хате блять вот по поводу будущего я вот к организаторам никаких у нас вообще отношения с организаторами короче то есть я вообще к самому фестивале ничего вообще никаких претензий ничего не имею реально но больше наверное не пойду потому что там были короче с последним будущим определенные проблемы так скажем там кое-кто вышел на сцену и начал политические лозунги говорить короче но не на мой день по у нас следующий короче мне это не особо понравилось если честно потому что я ну я хочу выступать там где вообще с политикой ничего не связано мне короче это не особо понравилось поэтому наверное больше но я без обид каких-либо типа ну потому что организаторы это не замутили вы насколько я понимаю это не их инициатива того кто это сказал понимаете то есть организаторы будущего хорошие чуваки вся я никаких претензий но короче вот типа по моим личным убеждениям так скажем четвертого было на шагами ты пользуешься если не хочешь говорить название скажи типа там свежие любишь или сладкие спасибо большое аноним но не духами одеколоном духи у женщин да у меня много у меня у меня крутые да я овощи не одни практически ну ни один одеколон сам не покупал мне все дарили но мне дарили хороший мне там армане есть шанель у меня есть два шанель у меня есть армане просто я название вот в них вообще не шарю ребят просто пахнут круто и все мне достаточно а так я тройной тройной одеколон саша да 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 и бру на банане у меня есть все так я не шарю короче но есть вопрос такой как взрослой девушки мне как взрослый 26 лет своя квартира в спб почему ты снимаешь почему еще не свои а ты мне говоришь что Бля, я чё-то не понял, почему я девушка? Но я не купил ещё, у меня нет столько денег, понимаете? Я казик не стримлю, букмекерами не работаю, блядь, ребята. Вот вы***ться, что ты такой честный, это, конечно, очень затратная история, я вам так скажу, блядь. Не вы***ться бы, сидел уже на Хаммере, ездил, блядь, последним, или там на Гелендвагене, блядь, последним. Ой, а с теми не работаю, с теми не работаю, вот и сижу х***ю сосу, блядь, без денег, блядь, ну как, без миллионов долларов, блядь, вот и всё, блядь. Здорово, кабан. Привет, Верочка, спасибо большое за 10 евро. Кабан, это тип, который пришёл, помните такого? Его больше никто не видел, помните стрим? Короче, был такой тип, пришёл, мне сначала 15 тысяч закидывает, говорит, я кабан. Серьезно, был такой. Я такой, ну привет, кабан. Он мне потом что-то 50 тысяч закидывает, отвечает, 50 тысяч, я кабан. Я такой, блядь, ты точно кабан. Всё, больше его никто не видел, блядь. Но я не помню, сколько он сдонатил, он, да блядь, какие-то страшные деньги он сдонатил. И всегда писал, я кабан, я кабан. Короче, и всё, больше его никто не видел, блядь. Он серьёзно говорит, больше он не приходил, короче. Крик души в съёмной квартире, проблема с сантехникой, щитками, боже, почему в съёмных квартирах постоянно что-то ломается? Слушай, а смотри, какие съёмные квартиры, есть такие, знаешь, которые всё ломаются. Если они, блядь, стоят, значит, у них ничего не сломается. Я как-то в прошлой квартире, где меня на залог на***ли, они, короче, он, он, ну я рассказывал, он всё, все, кто вливал в саентологию, отвечаю, саентологию же называется, да, вроде. Он всё, он саентолог был, он туда, короче, по 30 тысяч долларов сдонатил в месяц, прикиньте, е*** ты чел. И, короче, он не платил за электричество, мы договорились так, что я просто за хату плачу намного больше, типа, чем они выкладывали, ну, типа, на 5 тысяч. И они оплачивают себе счета, короче, и оказалось, что они за электричество не платили, короче, деньги, и я потом три дня, мне пришли провод, короче, обкусили, ну, прикиньте, я три дня без света сидел, блядь. Хотя хата, ну, крутая, типа, ну, 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 ну такая, типа, блядь. Стоило нормально, блядь, пиздец. Договор. Придурок, блядь, ещё на*** мне потом. Вчера была на концерте Лиды, уехалась с сотрясением мозга, было очень весело. Аккуратно. Очень жду твой альбом, тур, концерт в Краснодаре меньше, чем три. Ну, Лида, да, там не жалеет людей, если честно, есть моменты у него, ни в плюс, ни в минус, но, конечно, вопросов, как факт, блядь, да, есть момент, что он не жалеет просто, на***т их, блядь, стенами смерти, на каждый трек, ну, ладно, блядь. У меня было такое на концертах, я помню, что такое, сейчас будет трек, не слэмьтесь, пожалуйста, типа, отдохните. Начинается припев, всё равно слэмится, такой, да, блядь, вы заебали, да, блядь, были такие. Где брови потерял? Я же, я же объяснял. О, ребята, вот про брови, вы зря, у меня вообще, у меня столько ответок на этот момент, вы, ну, там, кому объяснить, в этой теме не контрюсь. Короче, где потерял брови? Расскажу, это долгая такая история, но я постараюсь вкратце. Начал, встретился с твоей матерью, блядь. Села она мне на лицо, а у неё жопа липкая, блядь, и все брови, представляешь, остались на её толстой жопе, блядь. Вот так вот, но я, ну, если она там, ну, что-то подумал, что я обзываю, никаких обид, типа, прикольно, девчуля. Привет, передавай. Ха-ха, блядь. Спасибо большое, Катюха, да, есть такой момент, это проблема просто большой аудитории, знаешь. То есть раньше, когда у тебя в телеграм, у меня в телеграм-канале было там 14 тысяч подписчиков, ты его воспринимаешь как чатик просто, понимаешь? Я мог по 50 голосовых в день записать и так далее. Сейчас у меня реально, я вот полистал посты свои, и они реально по 300-400 начали набирать тысяч, блядь, это очень много. 350-400 тысяч посты, это уже полноценная соцсеть, это полноценная платформа, блядь, поэтому не могу себе позволить, понимаешь, типа, ну, туда срать, короче, много. То же самое у меня было с каналом, да, ДКИНК, то есть когда там было немного подписчиков, я мог туда видосы разные лить, мне вообще было, блядь, какие-то дома снятые, на отбись, ещё что-то. Когда, ну, уже уровень вырос, да, в плане подписчиков, блядь, ну, это самое. Я создал Данил Кукашин из-за этого канала, ну, не я, но вы поняли, Данил Кукашин, короче, появился из-за этого, да, потому что я не мог чисто морально, блядь, на ДКИНК заливать, блядь, всякие видосы, где я дома снимал. Так и появился Данил Кукашин, то есть, ну, это нормальная хуйня, это так и должны люди относиться к, ну, короче, ты поняла. Можешь посоветовать, нужен кроссы на каждый день, блядь, спасибо, Данил. Примерно до пятнадцатика. Блядь, это по вкусу надо смотреть, я вообще, я вот Бэтбанни себе купил, короче, вот, но они больше пятнадцати стоят. Вот у Бэтбанни коллаборация с, с Адидасом, вообще, ебать, ты, просто, ребята, я хожу наслаждаю, я лучше обуви не носил, как будто. Вот такие. Это ебать, какие они удобные, чуваки, блядь, всем советую, это просто ебать, они ещё выглядят просто роскошь, блядь. За ними очень легко ухаживать, блядь, ну, вот, главное, чтобы, это, ткань не засрать, там, хуйня, ты её отстираешь. А так, в принципе, она из-за того, что у неё подошва, видишь, высокая, короче, очень легко стирать, блядь, они очень красивые, они очень, они невероятно удобные, это просто ебать, поэтому. Они, ну, не такие уж и прям облачно, заоблачно дорогие, но побольше пятнадцати, по-моему, советую, вообще ебать, каждый день хожу, блядь. Ребят, а там Гарри Поттер новый вышел, вот этот, со стримерами, я же задонатил этой девчонке в итоге. Мы просто порешали, что ей этот плагин не нужен, короче, который рот делает, поняли, вот этот. Но я всё равно ей бабки закинул нормальные. Она сказала, что серия должна побыстрее выйти. Здорово ржавчик, подписывай.